Здравствуйте! В нашем большом городе продолжается демонтаж незаконной рекламы. В очереди на снос 1041 конструкция. Сегодня на крюк подъемного крана попал рекламный щит, установленный на пересечении улиц Ормахской и Старокубанской. Решение о сносе было принято месяц назад администрации города. За это время владелец железной конструкции должен был ликвидировать билборд самостоятельно, однако постановление проигнорировал, которое теперь выполняет управление муниципального контроля. Конструкции мы демонтировали на специально определенную площадку, на которой она хранится в течение трех месяцев. По истечении трех месяцев, если собственник не изъявил желание ее забрать, соответственно при этом оплатив стоимость демонтажа, перевозки, хранения этой конструкции, то мы тогда обращаемся в суд о признании за муниципалитетом собственности. С начала текущего года в Краснодаре демонтировано порядка 500 незаконных рекламных объектов. Только в течение прошлой недели специалисты убрали с городских улиц 41 рекламную конструкцию, оказавшуюся вне закона. Четы размером 3 на 6 покинули улицы Ростовское шоссе, Дзержинского, Тургенево, Бабушкино, Гаражную, Чекистов, Офицерскую и ряд других. Демонтаж выполнен как за счет муниципалитета, так и за счет собственников этих рекламных объектов, сообщается на официальном сайте городской администрации krd.ru. Кстати, на данном сайте можно изучить схему размещения рекламных конструкций, принятой в этом году городской думой Краснодара. В нашем большом городе Управление социальной защиты населения продолжает прием заявок на получение путевок в санатории. Санаторно-курортное лечение предоставляется детям-инвалидам в возрасте от 4 до 17 лет и детям от 4 до 6, если один из родителей инвалид. Оздоровление проводится в течение всего года, в основном летом, в взравницах Краснодарского края на побережье Черного и Азовского морей. Длительность путевки 24 дня, предоставляются комфортные двухместные номера со всеми удобствами, пятиразовое питание, процедуры согласно заболеванию и культурная программа. В прошлом году таким образом в санаториях побывали 47 детей-инвалидов. Более подробную информацию можно получить на улице Железнодорожной 4 в кабинете номер 23 или по телефону, номер которого вы сейчас видите на экране. Завтра в нашем большом городе на грибной базе в Карасунском округе стартует чемпионат России и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каное. Так сказать, открывается сезон. Участие примут сильнейшие спортсмены разных субъектов Российской Федерации. Краснодарский край будут представлять 37 человек, из них чемпионы и призеры международных соревнований 2013 года. Виктор Милантьев, Олег Жестков, Александр Коваленко, Павел Петров, Владимир Федосенко, Анастасия Лаврова, Юлия Качалова и другие. По итогам соревнований изменится состав спортивной сборной команды России по гребле на байдарках и каное. Начало соревнований, которые продлятся до 30 марта в 10 утра и 4 часа дня, вход на территорию базы во время соревнований свободный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова